Так, друзья, привет, с вами Просто Охотник. Сегодня у нас продолжение мелкашечной темы. Сегодня у нас лютая санкционка английская. Вот такие вот патрончики елей. Отстреливаем 10 патронов по классической схеме. Группами по 5, группами по 10. Измеряем длину, измеряем кучность, измеряем прибивную способность. Группируем, сортируем, делаем выводы. Поехали! Так, друзья, сегодня у нас санкционка. Патроны елей. Это производитель из Великобритании. Компании порядка 200 лет уже. Она была основана изначально как Елей Бразерс в 1820-х годах. Первые заводы у них были в Лондоне. Впоследствии штаб-квартира у них находится в Бирмингеме. Изначально компания была основана братьями Уильямом и Чарльзом Элли. Лет через 8 после основания Чарльз из компании вышел. И Уильям развивал ее дальше практически самостоятельно. В дальнейшем за все эти годы компания развивала в том числе свои какие-то патроны. Также она в начале 20-го века развивала собственные африканские калибры. 450 Nitro Express, 380 Nitro Express, 475 Nitro Express. На минуточку это 12.3 на 108. Такие слонобои. Во время Первой мировой войны компания была поставлена на военные рельсы. Получилось так, что компания была не приспособлена к массовому производству, но была заточена под высокотехнологичное производство. Соответственно, массовый валовый объем патронов она выдавать не смогла, но выдавала специальные боеприпасы, в том числе и для авиации. После войны компания попала в группу Нобель. Ряд слияний и поглощений в течение 20-го века также был. И уже ближе к нашим дням, в новейшей истории, компания ушла из Нобеля. И примерно 8 лет назад компанию выкупил менеджмент в партнерстве с инвестбанком Lloyd. И теперь это некая независимая компания. В целом, компания выпускала разные боеприпасы, но сейчас она сосредотачивается на мелкашке, на 22LR. Боеприпасы ее признаны и спортсменами, и любителями стрелкового оружия. Например, в биатлонных соревнованиях на Олимпиаде 20-го года в Японии половина стрелков пользовались ИЛАИ. Как правило, вторая половина пользуется Лапова, которую мы недавно смотрели на обзоре. Будем потихоньку сворачивать эти образовательные видосики про отстрел всего и всяк. Потому что, во-первых, сейчас в связи с сложившейся ситуацией в Российской Федерации и найти их непросто. Вот этот набор я собирал из трех магазинов. Да и стоят они конских денег, потому что какие-то патроны здесь стоят 50 рублей за выстрел. Или чуть больше. Вот, в общем-то, это, наверное, уже какой-то перебор. Да и, в принципе, если отобрать такой идеальный патрон суперпокучности, ну, вряд ли очень бюджетно будет затариться этим боеприпасом долго, да, в больших объемах. Опять же-таки, из-за редкости и стоимости. Но, тем не менее, елей вот добыл, поэтому будем смотреть, будем стрелять, да. Набор, в общем-то, здесь достаточно богатый, такой разнообразный, да. Есть вот утяжеленные патроны с высокой скоростью, да, для полуавтомата. Опять же-таки, вот для полуавтомата. Вот для полуавтомата Сапсоники. Есть биатлон. Высокая четкость, как позиционируется. Вот патрон с высокой скоростью. Опять же-таки, качественный патрон с повышенной точностью. Вот патрон с маской, которая работает до минус четырех. Также достаточно классная коробочка у них. Вот на примере илейфорс, он на самом деле у меня уже был. Вот. Он открыт, остальные там не открыты, поэтому мы их откроем там чуть попозже. Вот так вот открывается, да, либо вот так вот сдвигается. И патроны вот так вот выглядят. На самом деле у меня, то есть все патроны новые, кроме илейфорс. Здесь у меня осталось только 15 патронов, да. И в связи с этим, наверное, мы будем их экономить при обстрелах. То есть не сможем сделать группами по 5, группами по 10, потом на пробивание. Потом, когда хронограф я где-то намучу для мелкашки, еще надо будет скорость померить. Поэтому форс будет на кучность смотреться только две группы по 5. Да, остальные по классической истории. Группа по 5 плюс группа по 10. В остальных тестах тоже форс у нас поучаствует. Да, классная коробка, удобная, чем-то похожи русские, какие-то скибовские патроны. Вот, кстати говоря, патрон покупался одновременно с получением уроки с мелкашки, да. Стоил 800 рублей за упаковку. Сейчас они там 200, 2200, 2300, 2400, там вот такой порядок цен, там 2500 где-то, что-то по 2600 может быть. Но что делать? В общем-то, все отражает и на удивление даже КСПЗ в продаже по 18-20 рублей. Хотя, в принципе, там ничего импортного, потому что в КСПЗ стандарт точно не должно быть. Тем не менее, такая реальность, можно не обижаться, либо не обижаться. Но, тем не менее, надо к ней быть готовым, да, и в ней существовать. Также по весу они несколько отличаются. Вот, раз, два, три, четыре патрона 42 грейн, патрон 50 грейн, патрон 50 грейн, и патроны раз, два, три, четыре, 40 грейн. Так, ну, будем, значит, их открывать, распаковывать. То есть, померяем размеры, посмотрим и приведем, наверное, традиционные измерения в нашем штангенциркуле. Начнем с ней. Elea Force. 25,17. Elea Biathlon. 24,72. Elea Team. 24,27. 25,31. 24,90. 25,31. 24,80. 25,25. В общем-то, я жду, конечно, от отстрела очень хороших, очень точных результатов. Elea Action. 25,24. 24,29. Да, кстати, в каждой коробочке вытаскивается стандартный такой патронник и остается коробочка. 25,29. Вот. Ну, значит, это мы все замерили. Сейчас едем в тир. Отстреливаем на точность. И после этого на прибивную способность. И делаем какие-то выводы. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА